Посыпка дорожек пешеходам. Я понимаю, что, наверное, они правильно сейчас СМИ вот здесь подходят, хотя писали, вот сейчас глава поедет, будет порядок наводиться и так далее. Даже глава поехал, никто не наводил порядок. Мы приехали на улицу Холстая, прошли ее в тот поперек и зашли в двор. Что увидели? Не посыпано, снег кучами сгружен, не вывезен, отвод воды не обеспечен. И это, зная, что мы туда приедем. Это говорит о наплевательском отношении. А мол, и так сойдет. Не сойдет. Значит, за неудовлетворительное содержание территории Наталья Андреевна, объявить дисциплинарное замечание начальнику Ленинского территориального управления Великановым. Значит, Юрий Леонидович, вас попрошу объявить дисциплинарное замечание руководителю Смоленского филиала Автодору, который отвечает, потому что мастера, которые следят за вылазом снега, они действительно должны следить, а не сгружать кучи на заборы, ломая заборы, ломая знаки дорожные и все остальное, и оставляя эти кучи. Так, что они потом препятствуют проходу жителей. Далее. Значит, Ирина Ивановна, дворы. Но если мы дошли до того, что я уже звонил по телефону, который вы в чате сбросили, и там говорят, что номер неправильный, пришлось искать другие номера, которые ответили. И я оставляю заявку, чтобы вы почистили снег возле новоквартирного дома, который входит в рамки вашего договора управления, и лед налет, потому что с подъезда сойти невозможно. Там голый лед, и дорога ни разу не чистилась. Она чистилась только днищами автомобилей и колеями. Значит, объявить дисциплинарное взыскание руководителю ЖЭО по микрорайону и Василию Александровичу ЖКХ. Здесь? Задайте, пожалуйста. Значит, проработать, только вы маскулируете работу ГУК, проработать о применении дисциплинарного взыскания через собрание собственников генеральному директору ГУК. Все копии приказов прошу мне предоставить в течение трех дней. Это недопустимо. Вы что решили, что здесь шутки? Вы знали, что будет. Объезды практически за неделю знали. И вот такое отношение. И когда я встречался с жителем, мне что говорили? Мне куда-то глаза прятать надо. Прибегает начальник ЖЭО, начинает рассказывать мне, что там почищено. Когда я сам прошел ножками по этим дворам. Или он из кабинета не выходит? Следующий вопрос.